Добрый день! С вами художественная школа Империя Пикчер и сегодня я покажу вам, как нарисовать пирамиду простым карандашом. Давайте приступать! А если вас интересует данная тема и вы хотите научиться рисовать простыми карандашами, то внизу по ссылке в описании вы найдете онлайн-курсы по простому карандашу. Заходите и рисуйте вместе с нами. Ну а мы начинаем! Итак, нам понадобится простой карандаш и ластик. Начинаем рисовать пирамиду с центральной линии, прямо по центру. Рисуем одну вертикальную линию штрихами, то есть не просто проводим, а именно из штриха в штрих. Нарисовали, зафиксировали. Теперь чуть выше, вот здесь. Рисуем горизонтальную линию, примерно вот как-то так. Потом отмеряем левую сторону, прям кончик поставили на линию пальчиком, соединили, присоединили и переносим на левую сторону и находим две точки. Теперь все очень просто. От центра ведем линию в левую точку. Из этой точки, точку которой на переднем плане, отсюда ведем в правую точку и из центра, как всегда, опускаем сюда вниз. То есть вот, собственно, получилась у нас пирамида. Линию убрали и теперь нам необходимо нарисовать сами кирпичики. Вдоль нашей линии нижней мы рисуем такие полосочки и чем выше они у нас поднимаются, тем хуже они становятся, потому что пирамида поднимается вверх и сужается, то есть уходит в перспективу. От этой же линии в другую сторону, вдоль нижней мы рисуем полосочки на другой стороне. Также уменьшая их. Теперь нам нужно разделить квадратики. Смотрите, мы рисуем вот такими линиями, которые идут у нас к центру, то есть вот такие. Раз, два, три, четыре, пять, через одну. Теперь мы можем следующую линию нарисовать кирпичей. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь следующей линии мы делаем между ними. Между, между. Вот так. Здесь то же самое. Между, 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 между. То есть вот, собственно, и такие у нас кирпичики получились. То же самое теперь делаем слева. С левой стороны, но тут делаем где-то вот отсюда. И теперь соединяем тот кирпичик, который здесь больше. То есть здесь, 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 через один. Далее, теперь ориентируемся по этому кирпичу, находим его ширину, еще одну линию проводим и рисуем вдоль нее линии. И теперь между, через один. Здесь тоже самое. Между, через один. Самое главное в них не запутаться. Теперь нам необходимо создать воздушную перспективу, то есть то, что к нам ближе. Вот эта линия данная, которая сейчас у нас на переднем плане. Потом все линии, которые уходят вдаль, мы их тоже чуть-чуть усиливаем и туда дальше сводим, так скажем, в более бледную. Это и называется воздушная перспектива. То есть то, что к нам ближе, мы затемняем сильнее. То, что от нас дальше уходит, становится бледнее. То же самое делаем с левой стороны. Ну и теперь нам необходимо затемнить одну из сторон, та, которая будет у нас в тени. Выберем правую сторону. Затемнять мы можем ее в двух направлениях. Первую штриховку можем класть вдоль нижней линии, то есть немножко под наклоном по горизонтали, вдоль наших кирпичиков. Если вы уже начали штриховать вдоль горизонтали, то так и продолжаем. Либо мы можем штриховать еще вертикально. То есть вот допустим взяли и проштриховали вертикально. Можно использовать два штриха. Сначала пройти все вертикально, а потом уже горизонтально, либо наоборот. Также штрих ближе к нашему краю будет более темный. Туда дальше он будет у нас плавненько расходиться. Вообще в идеале обводочку нам убрать. Также мы подчеркиваем низ пирамиды, делаем его прям потолще, потемнее и доводим до конца. Заодно убираем вот эти вот точки. Здесь тоже самое. Ну и теперь вот тут нам необходимо убрать все вот эти вспомогательные линии. Даже знаете, можно вот так вот пройти, стереть и еще раз эти линии все обозначить. То есть ближе к основанию у нас они будут более темные, туда дальше будут высветляться. Точно так же и с поперечными линиями, то есть та, которая ближе к основанию будет темнее, та, которая дальше посветлее. Допустим, вот это слишком светлые линии, их надо, точнее слишком темные, их надо немножко высветлить. Можно, в принципе, эту сторону тоже проштриховать, я думаю, что на этом мы с вами и остановимся. Единственное, для того, чтобы наша пирамида не пустовала, мы можем добавить ей небольшой такой пейзаж. Прям буквально вот такие, знаете, или заметные горы. Ну и, конечно же, нам необходимо еще сделать падающую тень. От основания, от вот этой вот центральной линии в правую сторону мы горизонтальными штрихами расштриховываем тень. Ближе к пирамиде она будет потемнее, а туда дальше потемнее. Немножко так же расштрихую пол. Ну что, собственно и все, наша пирамида египетская готова, подписываем работу. И завершаем наш урок. Ну что, мы с вами справились, это был, наверное, один из самых простейших рисунков на нашем канале. Ну, я надеюсь, вам понравилось. Всем пока, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.